Приветствую. Меня зовут Константин Игначук. И если вы смотрите это видео, значит вы на YouTube телеканала ICTV. Здесь много информационных сюжетов и программ, аналитики и интервью. Подписывайтесь на наш телеканал, ставьте лайки и не забудьте оставлять комментарии под нашими сюжетами. Россия собиралась захватить Украину за 48, максимум 72 часа. К этой мысли склонялись и западные аналитики. Однако Украина удивила всех. Несмотря на кратное превосходство, России не удается продемонстрировать хоть каких-то видимых успехов. И это несмотря на то, что вооружение, обещанное Украине, приходит очень медленно. Здравствуйте. Меня зовут Константин Игначук. И сегодня попытаемся разобраться, чем и как воюет украинская армия, а также что поможет ей победить в войне. А обсудим мы это с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко и военными экспертами Олегом Ждановым и Сергеем Грабским. И начнем мы с анализа того, чем приходится воевать вооруженным силам Украины. Какими вооружениями сейчас в основном воюет ВСУ и хватает ли этого вооружения? На сегодняшний день основной парк вооружений украинской армии – это вооружение, в общем-то, советского периода. То есть это бронетанковое вооружение, это артиллерийские системы советских стандартных. Даже наши знаменитые стругные корсары – это, в общем-то, глубокая модернизация советских систем, которые используются здесь и производятся здесь, в Украине. Что касается стрелкового оружия, тоже следует упомянуть, мы тоже базируемся в основном на запасах бывшей советской армии, которые располагались на территории Украины. Почему? Подчеркиваю, именно потому что, в общем-то, нового оружия нет. То есть автоматы, которыми мы воюем, пистолеты – это подавляющее большинство пулеметов, это, в общем-то, старые советские образцы. Итак, начиная с конца осени, начала зимы, то есть декабря месяца, ну, в принципе, несколько лет тому назад, мы получали очень небольшое количество дживелинов, которые береглись. На складах они сохранялись, и они практически не участвовали в боевых действиях на Донбассе. Но с началом зимы к нам начали поступать уже более современные виды оружия, опять же, такого легкого образца, который можно было освоить буквально за каких-то несколько часов и применять уже в основном в ближнем бою. Там ограничение по дистанции составляло где-то до километра, не дальше. Ну, эффективный огонь, конечно же. То есть, вот такие запасы – это то, с чем мы, в общем-то, встретили войну. Сейчас, в основном, есть два типа, скажем, вооружений, которыми воюют. Это оружие, то, которое было на складах и то, которое использовалось, в принципе, вооруженными силами Украины до полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля. Оно состоит комбинированно. Оно состоит как из того вооружения, которое осталось еще с советских времен, после распада Советского Союза, и также состояло из вооружений, которые были произведены уже в Украине. То есть, это различные типы модификаций бронемашин, бронетехники, танков, которые проходили модернизацию уже на украинских предприятиях в Харькове и других предприятиях. То есть, из этого вооружения состоит, скажем так, костяк украинской армии. Но сейчас уже мы видим, что после полномасштабного вторжения российского пошел процесс замены или дополнения определенных систем вооружений, потому что можно сказать, что мы видим комбинацию, как работает, например, оружие западного образца на примере взаимодействия таких комплексов противотанковых. Это Stugna Corsair с одной стороны, с другой стороны это Javelin и Enlau. То есть, мы видим, как они взаимодействуют. В принципе, задачи, которые они должны выполнять, одна и та же, и цели одни и те же. Единственное, что, конечно же, технические особенности, конструкция и так далее, они разные. Ну и сейчас все активнее и постепеннее дополняется та артиллерия, те средства бронетехники, которые у нас есть, западными образцами. Ну, мы видим это на примерах поставок и перехода украинской артиллерии со 152 мм калибра на 155. Это видно по тому, как принимается решение о поставках в Украину бронемашин, М113, других различных типов, которые раньше не использовались и не были на вооружении украинских вооруженных сил. Поэтому сейчас постепенно идет переход на натовские стандарты, на вооружение западного образца. Но он пока идет. В основном сейчас, конечно, масса того вооружения, которое есть, это советского образца или то, которое осталось, либо то, которое прошло модернизацию, ремонт или на украинских предприятиях, либо на предприятиях тех армий, где они были на вооружении, например, Чехии или Левословакии. Можно ли тем оружием, которое уже есть на данный момент, каким-то образом все-таки переломить ход войны? Ну, отчасти можно сказать, что и переламывала украинская армия. Мы видели, например, это на примере Киева, на примере того, как вынудили противника отойти с киевского направления, прекратить наступательные действия. И на примере Харькова то же самое можно было видеть на юге, где сдерживали врага. То есть, в принципе, скажем, сейчас, имея то вооружение, которое есть, можно говорить о том, что противника можно сдерживать. То есть, попытаться удержать на тех рубежах, вот сейчас, особенно на Востоке, где самые ожесточенные и горячие бои, удержать на тех рубежах. Но наверняка этого недостаточно для того, чтобы вести контрнаступательные действия по такому большому участку фронта, который у нас есть на юге и на востоке. Для этого нужно как раз наращивание по тем позициям, по которым уже начали западные партнеры поставлять нам оружие или поставили. Это артиллерия ствольная и это артиллерия реактивная. Ну, то есть, вот если мы накопим необходимую, скажем так, массу этого вооружения, тогда, да, тогда можно говорить о контрнаступательных действиях. Мы с этим оружием, оно настолько недостаточно в своих количествах, что мы с этим оружием с трудом можем стабилизировать, я уже не говорю достигнуть паритета, а стабилизировать обстановку хотя бы на одном направлении. Вот как это происходит в районе севера Донецка. Это очень мизерное количество для того, чтобы влиять на общую ситуацию на фронте. Почему на данный момент поставки вооружения идут не теми темпами, как нам хотелось бы? Если вы откроете абсолютно доступные источники Power Fire Index или Fire Power Index, не помню точно, вы будете удивлены, что такая страна, как Польша, например, не имеет на своем вооружении ни одной единицы буксируемой артиллерии. Вы будете удивлены количеством танков британской армии. Их всего-навсего 227. Я для себя делал такой интересный расчет. Я посчитал количество танков в странах на U, английскую букву U, то есть United States, United Kingdom и Ukraine. Так вот, в трех этих странах танков где-то процентов на 40, на 30, ну, даже где-то в районе 30-40 процентов меньше, чем во всей российской армии. В трех странах. Точно такая же ситуация по артиллерии, как я говорил, по ствольной артиллерии, в некоторых странах ее вообще нет. Она была ликвидирована как класс. То есть, да, находились небольшие, имеется некое количество артиллерийских систем самоходных, но не более того. Системы залпования, простите меня, они тоже как бы даже не рассматривались. То есть даже те же знаменитые «Хаймерсы» — это отголоски Холодной войны, которые создавались, еще разрабатывались и создавались в те времена, и уже в начале 10-х годов этого века они не производились. Бронемашины — точно такая же ситуация. Американцы последний танк сделали в 1992 году. Все, после этого ни одного танка не делалось. Поэтому о каком может быть злом умысле речь, если оружия нет от слова «совсем». И те же самые поляки передают нам чуть ли не… Вот эти поставки «Краба» — это фактически 10% от их артиллерии, которая передается. 10%. Я уже говорил неоднократно, если идет уменьшение запасов и ресурсов более чем на 25%, эти армии перестают быть боеготовыми. То есть речь идет об этом. Еще раз повторяю, страны не готовились к войне. Даже когда нам говорят о том, что почему нам не поставляют эти гепарды, ну элементарный ответ, простите, а из чего, чем вы будете стрелять? Потому что эти гепарды, они не имеют достаточного количества боеприпасов. То есть их хватит на 10-15 минут боя. Все. И нужно понимать, что только сейчас, ну не сейчас, а где-то уже месяца-полтора назад, люди оценили, то есть цивилизованный мир оценил угрозу именно российского нашествия. И буквально два месяца назад началось какое-то осознанное движение в сторону того, что можно сделать. Потому что в игру еще не вступил основной донор. Основной донор у нас это Соединенные Штаты. И причем не только я говорю о программе Land Lease, она заработает еще чуть позже, а вообще о программе поддержки. Я так понимаю, все, что можно было привезти там самолетами, везут самолетами. Но это легкое вооружение и там максимум гаубицы М-37, потому что они легкие. А все остальное надо же везти морем из-за объемов, из-за их веса, габаритов и всего остального. И поэтому это так долго. Мы очень долго ждали голосования по Land Lease. Мы очень долго ждали голосования по финансовой помощи Украине до начала работы Land Lease. Вот в этом и произошла задержка. И мы рассчитывали с вами, что к концу мая мы получим уже первые партии вооружения. А на самом деле это все сместилось в лучшем случае на конец июня, начало июля. Вот поэтому. А те вооружения, которые нам могут предоставить страны-партнеры или хотят предоставить страны-партнеры, то мы в рамках даже той же конференции в Ренштайме. Они поставляют, и мы действительно получаем эти вооружения. Но мы же понимаем, что это грантовая помощь, то есть это бесплатная помощь. И она зависит от экономических возможностей каждой страны, которая эту помощь предоставляет. Ключевые параметры силы армий – это численность вооружения и организация. Так какие же армии сошлись на поле боя? И что, образно выражаясь, Давид может противопоставить Голиафу? Какие сильные и слабые стороны вооруженных сил Украины и армии России? Конечно же, сильной стороной российской армии есть ее исключительная массовость. И фактически на сегодняшний день неограниченные запасы вооружения, боеприпасов, которые на сегодняшний день, подчеркиваю, на сегодняшний день позволяют им не думать о восполнении или о том, с чего они будут стрелять завтра. То есть идет просто лавина огня, массовое использование войск, но в этом есть и слабая сторона. То есть слабая сторона российской армии, в общем-то, как и украинская армия – это логистика. Но если в Украине, собственно, из-за того, что мы сейчас больше зависим от логистики западных партнеров, эта острота проблемы как бы сглаживается, то в российской армии, она у нее просто исключительное значение. И поэтому мы видим ту привязку к железным дорогам. А в некоторых случаях, как, например, в случае с Белоруссией, фактически подрывом железных дорог были сорваны замысли по возможному наступлению противника на Волыни и в Ролинской области. Из сильных сторон, которые там есть, это, ну, наверное, одна – это количество, то есть это численность. Это единственная сторона, которая, конечно, дает им потенциал. Ну, то есть это дает им потенциал привлекать большое количество военных для ведения войны. Второе – это то, что все-таки у них большие склады и арсеналы оружия, которое осталось советских времен. Далеко не все оно пригодно к использованию на самом деле. И далеко не вся та техника, которая заявлена документально, номинально на бумаге, готова к передвижению и к использованию. Но, тем не менее, у них есть достаточно такой вот потенциал. Это можно сказать. Ну, и, наверное, сильное – это то, что ядерное государство, государство с ядерным вооружением. Это, по крайней мере, то, что Россия постоянно использует для запугивания Запада, агрессивных высказываний, манипулирования и спекулирования. К недостаткам российской армии следует отнести ее просто монументальную консервативность и вертикальность принятия решений. Что практически сводит на нет любые инициативы младшего командования. А, как я уже говорил, консервативность – это буквальное следование каждой закорючки боевого устава или наставления по оперативной подготовке. То есть в этом смысле они достаточно предсказуемы. И мы можем просчитывать их действия. Это даже наглядный пример переправы в районе Белогоровки. То есть она была просчитана с точностью чуть ли не до метра, что позволило нам эффективно уничтожить целую батальону, тактическую группу. Таких примеров может быть десятки. Растянутость коммуникаций, неумение маневрировать и так далее. То есть российская армия – это просто классический слепок советской армии со всеми этими недостатками. А ее слабые стороны в том, что они воюют вчерашним днем. Они воюют лекалами Второй мировой войны. И это первая. Вторая слабая сторона – они не готовились и не готовы сегодня ввести длительную войну. Они надеялись все-таки на русский авось. А мы налетим с налета и всех победим. А потом уже никто не будет разбираться. А оказалось, что совсем не так. С налета налететь не получилось. И быстро ничего не получилось. А теперь затяжная война, так, к которой они не готовы. Мы видим, как просаживается ихняя логистика. Мы видим, как заканчиваются модернизированные образцы вооружений. И они вынуждены переходить на старые советские образцы. Мы видим, как начинает потихоньку ослабевать волна добровольцев, которые они там вербуют через военкоматы под видом скрытой мобилизации. Украинская армия с сильной стороной я бы назвал горизонтальное управление. То есть украинская армия достаточно большую самостоятельность имеют командиры младшего звена, которым просто ставится задача, и над ним не стоит пастух в лице какого-то офицера или контролирующего, который в реальной боевой обстановке не указывает командиру, что ему делать. Задача должна быть выполнена. Как она будет выполняться, это уже решение командира, который несет ответственность за выполнение этой задачи. Украинская армия лучше оснащена защищенными средствами связи. Украинская армия использует более передовые вооружения, противотанковые и противовоздушные, которые позволяют даже небольшому подразделению противостоять достаточно мощной ударной группировке противника. Но так, чтобы вы понимали, во время обороны Киева в некоторых взводах территориальной обороны было до десятка НЛАВов или Джавелин. В основном НЛАВов, они легче были. То есть, по сути, при грамотном планировании эти взвода могли протестать целой танковой роте, выводя из строя, по большому счету, батареонную практическую группу. Мобильность тоже исключительно мобильности, насыщенность именно средствами передвижения позволила нам в том числе использовать такой показатель, как боевые маневренные группы для нанесения ударов, что, в принципе, сыграло свою значительную роль во время освобождения Киевщины, Черниговщины и Сумщины. У нас одна слабая сторона – это отсутствие боеприпасов и необходимого количества вооружения. Если бы у нас это все было, то вопрос контрнаступления уже, наверное, давно решался бы. И, соответственно, возможности вооруженных сил Украины были бы наравне, а может быть, даже и выше, чем возможности Российской Федерации. Но даже при таком остром дефиците, все равно, посмотрите, наши вооруженные силы, в принципе, держат оборону, и мы самостоятельно при минимальной помощи партнеров проводим оборонительные операции. И Российская Федерация при таком огромном превосходстве, кратном превосходстве, все равно не может добиться успехов и выполнить хотя бы те задачи, которые на сегодняшний день они корректируют уже, наверное, пятый или шестой раз в ходе вот этих трех месяцев войны. Используя сильные стороны украинской армии и уже имеющиеся на данный момент вооружения, может ли украинские силы переходить к эффективным контратакам, либо мы достигли некого предела возможностей на данный момент? Здесь у Российской Федерации, на мой взгляд, они нам навязывают позиционную войну, войну образца Второй мировой, и мы не можем этому сопротивляться именно ввиду отсутствия нехватки техники. Вот если бы мы были технически более оснащенные, то тогда, да, кинжальные удары мы могли бы проводить в любых направлениях. Но для того, чтобы армия имела маневр, ее надо посадить на технику. Причем техника должна быть бронированная для того, чтобы обеспечить безопасность пехоты или защиту в ходе вот этих атакующих действий. Мы, к сожалению, пока что ограничены только небольшими атаками за счет малого количества бронетехники. Нужно понимать, что это колоссальное преимущество вооружений и в количестве личного состава, который имеет Российская Федерация. На сегодняшний день можно погасить или нейтрализовать исключительно методом эффективного использования тех, ну, пока еще ограниченных средств и сил, которые мы имеем в своем распоряжении. То есть постепенно идет наращивание именно вот этих новых систем вооружения, постепенно идет обучение личного состава, который тренируется использовать новые артиллерийские системы, уже системы, можно говорить, системы залкового огня, на которых уже наши ребята обучались. Поэтому мы сейчас находимся именно в этой фазе стабилизации. Она еще не равнозначна фазе или периода времени, когда мы можем проводить какие-то наступательные действия, но они уже позволяют нам сдерживать противника на большей части линии фронта. То есть даже на сегодняшний день мы имеем буквально три точки на карте, ну, три с половиной, где ведутся активные боевые действия. Это Харьков, где противник пытается контратаковать, Херсон, где мы пытаемся контратаковать и вклиниваться в первую линию обороны противника. И, естественно, Донбасское направление, там, где идут наиболее отчаянные бои в районе Северодонецка или Сечанска. Ну, во-первых, на Востоке и на некоторых направлениях эти мобильные группы действия, например, на том же Изюмском, который я упоминал. И как только где есть возможность, где есть леса или так называемая зеленка, где есть возможность укрываться, то есть оттуда лупят по танкам, по технике. Вот буквально недавно информация от одной из львовской бригады десантной о том, что два танка, как раз с противотанковыми средствами, Т-90 Владимир, одни из новых танков России, были поражены как раз на том направлении. То есть там действует, есть. Но не везде удается и не везде можно этот опыт использовать. Почему? Потому что если речь идет о тех территориях, во-первых, где есть лес, в этом плане в Киеве было легче, по Киевскому или по Черниговскому, где есть места, где укрыться, это проще, раз. Во-вторых, необходимо иметь подконтрольную территорию, для того, чтобы эти группы могли там действовать. Почему? Потому что если мы возьмем Донецкую область, ну, нам тяжелее пробивать, выбивать обеспечение, логистику там, потому что там все-таки Донецк оккупировано с 2014 года. И нам тяжело, мы туда, мы не можем там использовать настолько эффективно этот опыт. И вот на этих территориях, которые ближе к России, приграничных, непосредственно, где ведутся бои, либо где была оккупированная территория и созданы соответствующие эти цепочки поставок были, это усложняет задачу работы таких групп. Это уже может идти речь о работе в тылу противника, но это уже силы спецопераций, которые этим занимаются, ну, и либо партизаны, как мы видим в Мелитополе на юге Украины. Как вооруженным силам Украины победить армию России? Два варианта есть. Один очень долгий, это изматывание в позиционной войне. Все-таки мы перемалываем довольно достаточное количество российских войск, особенно там, где они ведут активные наступательные или пытаются вести активные наступательные действия, но это может длиться годами. И насколько мы выдержим такое противостояние, возникает тогда логичный вопрос. И второй вариант, это получить в необходимых количествах западное вооружение, и тогда вопрос контрнаступления будет открытым, и мы вполне можем к нему приступить. Ну, во-первых, это, конечно же, консолидация усилий всего украинского народа, раз то, что мы видим, сопротивление. Во-вторых, это поддержка Украины вооружения. Это, ну, конечно же, поставки оружия. В-третьих, это тоже важно, санкционное давление. Не просто санкционное давление, вот оставили и все. Нет, санкционное давление в контексте того, что необходимо выявлять попытки обхода санкций, урезать эти возможности, вводить вторичные санкции, чтобы не было возможности у российской экономики, особенно военно-промышленного комплекса, пытаться это обойти. И далее мониторить эти процессы, думать над дополнительными санкциями, для того, чтобы ужесточать давление. Третий, следующий момент, это политическая и дипломатическая изоляция России. То есть без звонков каких-то к Путину и так далее, и так далее. Пока они не изменят свою агрессивную политику, не прекратят вести войну. Следующий момент. Это, конечно же, я думаю, работа и сотрудничество с теми силами, например, с представителями коренных народов в России, кто видел бы свое будущее по-другому и хотел бы развития, возможно, даже шире в автономных округах или даже перспективы независимых государств на территории России, которые видели бы для себя другое мирное существование. Ну и, в принципе, конечно же, наращивание украинского сектора безопасности и обороны, это для нас чрезвычайно важно. Это то, что нам дает все больше шансов на победу в этой войне. То, что мы делаем, это уже давно вышло за рамки здравого смысла, в смысле реального планирования боевых операций. И сейчас Украина каждый день показывает то, что это страна, которая достойно хорошо существовала и быть частью этой планеты. Итак, делаем выводы. Главное, чего не учли ни российские захватчики, ни западные аналитики, это сила духа украинского народа. Мотивация защищать свои дома и выгнать захватчика со своей земли. Однако одними силой духа и мотивацией войны не выигрываются. И тут парадоксальная ситуация. Россия своей агрессией спровоцировала быстрое и мощное перевооружение украинской армии. С каждым днем боевых действий УВСУ становится все меньше устаревшего советского оружия, но становится все больше современного западного вооружения. В то время как России в одиночестве и под санкциями приходится воевать технологиями прошлого века. А это делает разгром России неизбежным. С вами был Константин Игначук. Всего доброго. Спасибо, что посмотрели это интервью. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и напишите в комментарии, какие еще темы вас интересуют.